Музыка Как-то начальники поколений израильского народа и старейшины похоже на то, что собрались вместе, чтобы обсудить вопрос, который их страшил. Нечто их пугало, и они думали, что с этим делать. И вот по результатам у них возникло предложение, или даже просьба, с которой они пришли к своему руководителю на то время, к лидеру духовному и административному, к Моисею. Удивительно то, что на эту просьбу, которая была адресована к Моисею, ответил сам Бог. Итак, что это была за просьба? Давайте вместе прочитаем книгу «Второзаконие», откроем, пятую главу. «Второзаконие», пятая глава. Я прочту 23, а потом с 26 по 29 стихи. Книга «Второзаконие», пятая глава, 23 стих. Это говорит Моисей. «И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали». И вот 26 стих. «Есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». «И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною. И сказал мне Господь, слышал я слова народа этого, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Вот такие события происходили в народе Божьем. Согласитесь, друзья, хорошие мысли посетили этих людей, с хорошим предложением, я бы сказал, с замечательным, перспективным, можно даже назвать взвешенным, наверное, предложением, пришли эти люди к Моисею. И говорят, слушай, ну нам страшно, нам страшно. Гора горит, трясется. Может быть, в следующий раз, когда мы приблизимся, не выживем. Давай ты будешь слушать Бога, Моисей. Ты как-то выходишь неповрежденный с этого общения. Тебе с тобой ничего не случается. Давай ты будешь слушать Бога, а нам будешь пересказывать все, что тебе сказал Бог. Мы же будем исполнять. Хорошие мысли, друзья. Хорошее желание. Слушайте, настроение же какое ценное, да? Но интересно то, что эти мысли родились у людей не потому, что они ценили Слово Божье, не потому, что любили Слово Божье или дорожили им, а по простой одной причине. Им было страшно. Они не хотели приближаться к Богу, потому что боялись умереть. И на это были причины. Послушайте, люди были, в общем-то, не против того, чтобы слышать Бога, чтобы воспринимать то, что говорит Бог, но только при том, чтобы ничего не менять в своей жизни. Чтобы ничем не рисковать. И вот что интересно. Им даже казалось, что они смогут исполнить то, что передаст им Моисей. С таким настроением они пришли. Они заявили, мы будем исполнять. Но мы знаем историю этих людей. У них ничего не получилось. И вот здесь наблюдается, ну, мне кажется, некая последовательность. Я бы для себя ее даже определил как закономерность, которую я хотел бы поделиться. И вот как я для себя ее сформулировал. Тот, кто сам, тот, кто лично разговаривает с Богом, тот, кто лично вникает в Его Слово, тот, кто сам наполняется от первоисточника, тот будет иметь в себе силу, чтобы услышанное, прочитанное, воспринятое исполнить. Тот же, для кого достаточно просто слышать, как у другого состоялся разговор с Богом, кто готов чужой опыт вот со стороны созерцать, тот, может быть, будет искренне хотеть поступать так, как рассказывает этот человек, но не будет в нем силы для этого. И сама Господь объясняет, почему так может происходить, и почему так происходило в случае евреев. В 29 стихе мы читаем следующие слова. Господь говорит, ну, в 28 стихе очень хорошо, хорошую оценку дал намерениям этих людей. Говорит, все, что они не говорили, это хорошо и ценно, но есть одно но. И это но звучит следующим образом. «Ой, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни». Слушайте, ну, люди же пришли к таким намерениям, к такому желанию. Предложение такое сформулировали Моисею, ты слушай, нам сообщай, мы будем исполнять. А Бог говорит, ничего не выйдет. Ничего не выйдет. По одной простой причине. Потому что, чтобы исполнить Слово Божье, оно должно быть не только в разуме, оно должно проникнуть в сердце. И Бог говорит, у этих людей сердце они такое. Они хотят, они не против, но сердце не такое. Ой, если бы сердце у них было таково. Когда сам общаешься с Господом, когда сам вникаешь в Его Слово, мы знаем, как оно работает. Об этом говорит послание к евреям, и этот текст сегодня уже неоднократно звучал в течение дня. Мы знаем, что оно сравнивается, слово с мечом, да, заточенным с двух сторон. И этот меч, оказывается, этот инструмент в руках Божьих, он проникает настолько глубоко, что вот подумайте, как это написано, что он судит намерения и помышления, не только которые в разуме, но и сокрытые, сердечные. Это слово способно провести какое-то различие для нас самих между желанием души и побуждением от духа. Душевное и духовное способно отделить. Оно проникает туда, куда никто проникнуть не может, и мы никого сами не пускаем. А может и сами не всегда понимаем, что там происходит. Оно затрагивает сферу мотивов. Почему ты так себя ведешь? Почему ты решаешь так? Почему ты говоришь так? Оно проникает туда, куда, может быть, и не хотелось бы. Но в этом его сила и его власть. И проникая, оно меняет сердце. Бог не просто вскрывает твои намерения для тебя, но он показывает выход. Это всегда так работает слово Господне. Если слово Господне касается нас, оно подсказывает нам выход. Каких перемен от нас ожидает Господь? И сердце меняется. Я хочу, чтобы мы вспомнили нескольких учеников, которые после смерти Господа Иисуса Христа, мы знаем уже, что было воскресенье, они еще не были в этом так убеждены. Они шли в Имаус, вспомните, да? И на пути в Имаус к ним присоединяется путник, это был сам Христос. Но написано, что глаза их были удержаны, они не смогли его узнать. А что узнало? Кто узнал? Какая часть их узнала, опознала Господа? Сердце. Потому что когда уже глаза их открылись, и они поняли, кто с ними говорил, они сами начинают анализировать, что происходило с ними в тот момент, когда они слушали этого попутчика, и не горело ли наше сердце. Бог пытается достучаться до сердца. Очень интересный еще один пример, как Слово Божие вскрывает то, что внутри нас. Помните, был такой муж по имени Нафанаил? Он услышал от Филиппа, что нашли того, о ком говорит Моисей, закон, пророки, нашли Иисуса из Назарета. И Нафанаил встает идти, чтобы посмотреть, кто же это. Помните, с каким настроением шел Нафанаил на эту встречу, посмотреть на Христа? Какие мысли в нем крутились? Он шел с одной мыслью. Он, в принципе, ее и озвучил. Может ли быть что-то хорошее, что-то доброе из Назарета? Он не ожидал ничего ценного от этой встречи. Он уже настроился, ну вот у него был какой-то стереотип уже. И когда вот Христос видит приближающегося этого Нафанаилова, с этим всем настроением к нему, он дает ему характеристику и оценку. Помните, какая это была характеристика? Он говорит, вот истинно муж израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил, услышав эти слова, смотрит на этого Иисуса из Назарета, наверное, уже немножко меняется его взгляд, и он говорит, откуда ты знаешь меня? Иисуса слова проникли в сердце его, коснулись того, что для него было ценно. Он говорит, откуда ты меня знаешь? Иисус говорит, прежде чем ты был подсмокованницей, я видел тебя. И потом мгновенно меняется восприятие этого человека со стороны Нафанаила. Он смотрит на Христа и говорит, ты сын Божий, ты царь Израилев. Смотрите, как поменяло слово Господне, сказанное к сердцу этому человека, как оно изменило его вообще поведение. Он становится учеником. Очень похоже на то, что он становится учеником. Если читать Писание, мы знаем, что Слово Божье отождествляется с самим Богом. Друзья, нельзя проводить границу какой-то различия между Богом и Его Словом. Нельзя быть послушным Богу и не вникать в Его Слово. Нельзя познавать Бога, не зная Его Слово. О Христе как сказано? Слово было Бог. А в послании к евреям, вот я еще раз напомню, сегодня уже звучали эти слова, но может быть с такой стороны посмотрим, где говорится, что Слово Божье, вот 4 глава, 12 стих, живо, действенно, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И дальше 13 стих. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему, да Емачо. Смотрите, здесь идет о слове, и дальше продолжается вот эта же мысль, но уже речь идет о Боге. Нельзя отделять Бога от Его Слова. Нельзя быть послушным Богу, будучи непослушным Слову. Нельзя знать Бога, не зная Его Слова. Нельзя жить Богом, не живя Его Словом. И это не тезис, это не лозунки, друзья. Это истина, в которой, может быть, если мы не ориентируемся, отсюда могут быть и проблемы в нашем следовании за Господом. Я когда слышу опыт ближнего, когда люди рассказывают, как они поняли Слово Божие, вот слушаешь проповедь, вот вы сейчас в данном случае слушаете, как я вот понимаю, да, делюсь, то я замечаю следующее, что когда слушаю опыт ближнего, чаще всего восприятие происходит на уровне разума. Вот подумайте об этом. Сердце реагирует. Сердце не против поступать так, как вот ты сейчас понял разумом. Вот ты понял, и ты хочешь как бы поступать. Но сегодня уже звучал вопрос, а почему не получается? А силы нет. Силы нет. Как у этих евреев? Они хотели исполнить Слово, которое скажет Бог Моисею, а Моисей передаст им. Они даже продумали, как это будет все работать. Но ничего не вышло. Бог сказал, не получится. Это просто невозможно. И поэтому мы знаем, когда речь идет уже о Новом Завете, что слова, вы помните слова Ветхого Завета, вот которые напоминал Моисею, вот мы сейчас прочитали, он, Моисей напоминал, второзаконие напоминал слова Завета. Где были написаны? На чем? На скрижалях. И первый вариант был написан самим Богом. Помните? И вот Господь говорит, что сегодня такое время, когда Он предпочитает, чтобы Слово Его было записано на каких скрижалях? В нас, внутри. Это Его цель. Это Его цель. А никогда не думали, как, или может помните, как Писание характеризует сердце? Что такое сердце в нашем случае? Вот в сердце, ну вот мы говорим о христиане, вот мы верующие люди, вот в нашем случае, что такое сердце? Соломон об этом очень интересно сказал. Он говорит, больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него что? Из него источники жизни. Мне кажется, что Павел очень хорошо понимал вот эти вот процессы, происходящие в верующих людях. потому что именно апостол Павел вот так интересно, знаете, описал свой опыт. Он говорит, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, получается что? Получается злое. Он даже не просто получается, он говорит, прилежит, это Римлянам 7 глава, 21 стих. Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. И объясняет дальше, говорит, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Я думаю, это актуально для всех нас. Мы все находим вот искреннее, настоящее, натуральное удовольствие в законе Божьем, когда слышим его, вникаем в него. Но в членах моих, говорит, вижу иной закон. Противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. И вот возглас, известный возглас Павла, говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. И он говорит, кто? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Один и тот же я, говорит, умом служу Богу, а плотью греху. Знаете, вот мне кажется, здесь есть ответ на тот вопрос, который сегодня уже звучал. Почему проповеди нам нравятся, и может быть, даже как мы говорим, касаются, но мы не меняемся, или мало меняемся, или не так меняемся, как хотим во время проповеди, которую слышим. а все потому, что далеко не все, что мы слышим, проникает в наше сердце. Далеко не все, что мы слышим, мы пропускаем в свое сердце. Но не всегда виновен в этой поверхностности и слушатель, слышащий. Конечно, может быть огрубевшее сердце, и от нас зависит, какое будет наше сердце, будем ли мы расположены к слышанию? Помните, как написано? Будь более готов к слышанию, нежели к жертвоприношению. Будем ли мы расположены к слышанию? Способны ли, готовы ли, приложить усилия, чтобы извлечь полезное? Сердце может быть огрубевшим. Но есть и вторая сторона. Я вот скажу, знаете, как бы со своей точки зрения, с точки зрения того, кому иногда приходится говорить слово, чтобы слушающим. Так вот, с этой стороны скажу, что это мои наблюдения. Когда я готовлюсь умом, когда говорю от своего интеллекта к вашему, то слово Божье чаще всего, слово, которое я говорю, чаще всего не проникает так глубоко, как хотелось бы. От подобного бессилия очень часто, знаете, возникает соблазн спастись с помощью каких-то средств. Например, какую-то трогательную историю рассказать и затронуть души людей. Может быть, привести какую-то мудрую цитату или пример, ну вот, что-то, как бы, как мы говорим, оживило, чтобы произведено было впечатление. Может быть, с какой-то артистичностью подать информацию. И знаете, это работает. Это работает. Остаются приятные впечатления, запоминаются примеры, запоминаются цитаты. Кажется, проповедник начитанным, эрудированным, актуальным. Но задайтесь еще одним вопросом. Происходят ли перемены от того, что ты слышишь? Насколько реально твое сердце меняется? Я убежден, что действенные перемены происходят в нас тогда, когда слово проникает дальше интеллекта и когда будоражит не только эмоции. И такое проникновение возможно и во время проповеди. Но точно подобное проникновение слова бывает в личном чтении и в личном молитвенном размышлении о том, что говорит Господь. Просто относиться к слову нужно, правильно. Я уже сегодня говорил и сейчас повторюсь еще раз. Нельзя проводить каких-то разграничений между словом и Богом. Веришь в Бога, знаешь Его Слово. Послушен Богу, послушен Слово. Это равнозначно. Читаешь Слово, слушаешь Бога. Не всегда получится так сразу переключиться. Но если об этом подумать, помолиться и попробовать идти этим путем, удивитесь, какие перемены Господь начнет производить в наших жизнях. То, что ты не мог оставить вчера, завтра получится. Может быть, не завтра, так послезавтра. Но точно получится. То, что ты не мог изменить, хотел, но не мог. Бог во Христе даст свободу. Интересно, как Господь, вот мы прочитали в книге Второзакония разговор Моисея с старейшинами, с Израилем. И вот Моисей рассказывает о том, как Господь связывает сердце, состояние сердца человека с его материальным благополучием. Ну, как-то это оказывается связано. Вот в 29 стихе мы прочитали Второзакония 5, 29. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни». И вот смотрите, последние слова. «Чтобы хорошо было им и сынам их вовек». Вот это вот Божье хорошо, я так понимаю, это мое восприятие этого вопроса, оно несет в себе, во-первых, стабильность. Вспомните молитву «Отче наш». которую, к примеру, ставил Христос ученикам своим, когда они попросили научить их молиться. И вот в этой молитве есть такие слова. «Хлеб наш насущный на сей день». Смотрите, речь идет о некой стабильности, стабильности, которую гарантирует Бог, о которой мы просим Бога в том числе. Посмотреть на историю евреев, их путь в пустыне, манна была стабильна в обещанное Богом время. Выходи, собирай, но не больше, чем говорит Господь. Когда не надо собирать, не выходи, не собирай, потому что не будет. Была стабильность. И это самое главное, потому что то, что дает Бог, то, что Бог определяет, как хорошо, оно внесет в себе некую стабильность. То же, что предлагает Лукавый, а Лукавый может предложить очень немало хорошего, друзья. Когда Христос был искушаем в пустыне, ему были предложены хорошие, ну, хорошие предложения были ему озвучены. Но зачастую, чтобы нас, извините за такое выражение, купить или приобрести, вот то хорошее, оно преподносится, знаете, в такой вот оболочке, вау, класс, супер, речь не идет о стабильности, речь идет о взрыве, о буре, о эмоциональном каком-то шквале, вот попробуй, вот узнаешь, и все будет по-другому. Это даже может дарить обманчивое ощущение свободы, может создавать иллюзию контроля над ситуацией, и мы покупаемся, точнее продаемся. Это так работает соблазн на искушение. Вспомните, когда Исаф пришел домой, голодный, после охоты, брат ему предлагает в обмен на первородство чечевичную похлебку, помните, да? Я не знаю, сколько бы вы сейчас готовы были заплатить за чечевичную похлебку. А Исаф так поразмыслил и говорит, а что мне до того первородства, помните, да? Что? Какая мне польза? Я есть хочу, я умираю. Какой мне смысл в этом первородстве? На, забирай его. Вот он обмен. Вот как работает подлох. Бог говорит, стабильность. Лукавый говорит, вау! И у многих загораются глаза. Мне кажется, я знаю, как можно самого себя оценить, но это мое мнение, оценить на предмет того, есть ли место Слову Божьему в моем сердце. Есть ли там вообще Слово? Давайте посмотрим шестую главу, второзаконие, шестая глава и прочтем шестой-седьмой стихи. Второзаконие, шестая глава, шестой-седьмой стихи. Это тоже Моисей говорит. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая. Ну, если дальше читать можно, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой. То есть, пусть они наполняют слова Мои, говорит Бог, пусть наполняют все, весь твой быт, твое окружение, те места, где ты находишься. Ну, и самое главное, на что я хотел бы обратить внимание, как я говорил, как можно оценить, есть ли место Слову Божьему в моем сердце. Он говорит, внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая. Христос очень четко подметил, и точно подметил. Он сказал, что наши уста наполняются тем, что в нашем сердце. Помните, как это звучит дословно? От избытка сердца говорят уста. От избытка. И здесь все очень просто получается. То, что в твоем сердце, ты будешь передавать дальше. То, что в твоем сердце, этим ты захочешь поделиться. С детьми ли, с друзьями ли, с сотрудниками ли, в церкви ли, с братьями и сестрами. Ты захочешь поделиться тем, что в твоем сердце ты другим не сможешь поделиться. И вот таких себе единомышленников, собеседников будешь искать, которые разделяли бы то, чем дорожит твое сердце. Вот с такими же, как ты, тебе будет комфортно и уютно. Иногда я себя ловлю на мысли, что мне проще поговорить о машине, о рыбалке, ну, смотря с кем, о работе. Чем поговорить о деяниях Бога. Это тревожный знак на самом деле. Не, многие так и живут и не беспокоятся по этому поводу, но это тревожный знак. Потому что Господь говорит, от избытка сердца, говорят, уста. Таразакония, если дальше читать, вот шестую главу, я хочу, чтобы мы еще посмотрели двадцатый, а потом с двадцать четвертого стиха. Здесь предлагает Господь через Моисея посмотреть в будущее, как передавать поколение, из поколения в поколение, знание о Боге. И вот он говорит, двадцатый стих, «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам, смотрите, заповедал вам Господь, Бог ваш». Еще раз слушайтесь в эти слова. «Если спросит тебя сын твой, то есть сын уже достаточно взрослым должен быть, чтобы задавать подобные вопросы. Что означают эти законы, уставы, постановления, которые заповедал вам, Бог ваш? Здесь точно описана ситуация. Дети, растущие в семье, даже с самыми верующими родителями, не сразу становятся такими же верующими. Далеко не сразу. Прежде возникают вопросы. У кого-то раньше, у кого-то позже, у кого-то остро, у кого-то не очень эти вопросы стоят. Но эти вопросы могут быть. Вопросы могут звучать следующего характера. Господь здесь вот прямо их озвучил. Что это значит? Почему эти законы? Почему это церковь? Почему это Библия? Почему именно так все? Если отношения в семье позволяют, то дети подойдут и задут этот вопрос родителям. Если не позволяют, они все равно найдут ответ на этот вопрос в другом месте. И дай Бог, чтобы этот ответ был правильный. Здесь Моисей обращает, Господь через Моисея обращает внимание на то, что еврей должен был быть способен донести своему сыну, ответить своему сыну на этот вопрос. Почему закон Бога так важен для нас? И вот заметьте, когда здесь говорится об ответе, если посмотреть, вот мы читали 24-й и 25-й стихи 6-й главы. «И заповедал нам Господь исполнять все повеления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И в этом будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам». Это уже подведение итога. Чуть раньше еврей должен был ответить о том, как Бог совершил исход из Египта, как явил свою силу, как избрал народ. То есть, смотрите, ответ на вопрос, почему закон важен? Что он значит? Это ваш Бог, Он вам говорил. «Почему это важно для меня?» спросит твой сын. И ты должен быть способен ответить не просто о своем выборе, почему вот для тебя он важен, а обратить внимание на деяния Бога. Обратить внимание на деяния Бога. Вот такое было, ну, предложение, такой вот способ был оставлен через Моисея для израильского народа. Важно не то, почему ты так думаешь, а важно то, как действует Бог. Знаете, мы живем в такое интересное время, когда вроде бы Слову Божию, вот у нас сегодня День Библии, интересный день, время, когда Слову Божию как бы нет преград, ну, вот в нашем, в нашей реальности. При желании можно включить христианское радио, делать какие-то дела и слушать. Хочешь какие-то проповеди услышать, да, пожалуйста, вон, Ютуб полон предложений. Короткие, длинные, тематические, общие, какие хочешь. Знаете, мы этим пользуемся периодически. Казалось бы, при таком обиле информации, вот, слышим нами Слово Божьего, при таком обиле Слово, которое звучит даже каждое воскресенье, послушайте, шесть проповедей минимум. Шесть проповедей минимум. Я иногда задаю себе вопрос, я его уже озвучивал, почему так мало перемен во мне, в тех, ну, кто, может быть, перед моими глазами как-то виден, почему так мало перемен? И для себя я вижу один интересный ответ. Дело в том, что слышание Слова очень хорошее дело. Слышание Слова, проповеди, радио, это все замечательно. Когда это соседствует или является естественным продолжением нашего личного размышления над Словом. Если же мы пытаемся заменить этим всем собственное соприкосновение с живым Богом в Его Слове, то рано или поздно произойдет следующее. Вот все, что мы слышим, станет для нас как благочестивый фон. Слышали такое выражение фоновая музыка? Иногда на служении включают перед служением фоновую музыку. Что это за музыка? Это что-то хорошее, что-то красивое, что-то несущее настроение. Ну, в принципе, никто же не слушает и не вникает, что это звучит. Просто фон. И вот иногда мы становимся такими вот слушателями Бога в кавычках. Он в фоне нашей жизни. Проповеди, слова, какие-то события. А сердце запомнено чем-то другим. Вот главное вместилище для слова, ради чего все это и звучит, из интернет, радио, с кафедры. Оно занято чем-то другим. Бог открывает себя в Духе Святом. Мы знаем это. А Дух дышит, где хочет. И вот дыхание его очень ненавязчивое. Его несложно игнорировать, его несложно заглушить, его попросту можно не заметить и не понять. И вот последний вопрос, который я сегодня хотел бы задать, и давайте помолимся. Вот в день Библии давайте подумаем об этом. Вспомните, попробуйте вспомнить. Когда последний раз Слово Божье проникало в твое сердце так, что ты изменился? Аминь. Давайте помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!